Добрый день, дорогие зрители телеканала Управда ТВ. Меня зовут Дарья Судриева. Вы смотрите программу «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях начальника пункта отбора на военную службу по контракту по городу Ульяновску Токмаков Евгений. Евгений Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы уже, наверное, догадались, тема нашего сегодняшнего эфира – это военная служба по контракту. В первую очередь хотелось бы спросить о самой организации, которая занимается вот этим вот отбором. Немногие знают, что это за организация, вот чем вы занимаетесь? Да, действительно так и есть. Сталкиваемся с тем, что граждане, которые просто обращаются, общаемся с студентами, вот не все знают, что это за организация, для чего она нужна. Вот с 2013 года, с конца 2012 года в каждом субъекте Российской Федерации были созданы такие военные организации, называется пункт отбора на военную службу по контракту. Города Ульяновска, Саратова, Пензе, Самара и так далее. В областном либо в краевом центре находимся. Задача пункта отбора – это проведение агитационной работы, разнесительной работы и доведение информации до населения. Вот, и в частности, касающиеся прохождения военных служб по контракту. Вот военные комиссариаты, которые находятся в каждом районе, также в областном центре, они занимаются гражданами, которые поступают на военную службу по призыву. Вот, ведут общий учет, мобилизационный ресурс и так далее. А вот пункт отбора занимается уже тем, что проводят мероприятие отбора для поступления на военную службу по контракту. То есть мы владеем информацией о расположениях воинских частей, о наличии вакантных воинских должностей и так далее. То есть и доводим эту информацию до граждан, которые там пребывают либо не пребывают в запасе. Тут, собственно, так. Пользуется ли вообще популярностью данный вид службы? Может быть, статистика есть какая-то у вас? Статистика есть, обязательно все это ведем. Но, к примеру, за 2019 год обратилось в пункт отбора порядка тысячи человек. Вот, уходит где-то человек 600-650 войска. То есть это говорит о количестве в целом обратившихся и о качестве отбора. То есть не все кандидаты, не все граждане, которые обращаются в пункт отбора, соответствуют определенным критериям и требованиям для поступления на службу по контракту. Ну вот раз мы уже затронули тему критерий, в какими критериями должен обладать молодой человек, мужчина, чтобы попасть на службу по контракту. И девушка в том числе. И девушка. И девушка в том числе, да. Критерии основные – это возраст. То есть заключение первого контракта – это до 40 лет. Контракт бывает первый, бывает новый. То есть первый контракт заключает от 18 до 40 лет. Это состояние здоровья, уровень образования, там не ниже 9 классов образования должно быть. Ну и состояние здоровья. То есть это вот основные критерии. Ну и соответственно в отношении кандидата не должно быть возбуждено уголовных дел, он не должен преследоваться там каким-то законными инстанциями и так далее. То есть возраст, образование, здоровье – это основные критерии для того, чтобы уже на этом этапе обратиться в пункт отбора и дальше начать уже диалог. Много ли девушек приходит к вам? Девушек приходит в цифрах. Ну за 19-й год обратилось человек, может быть, 30-40 девушек. То есть всё-таки большое количество довольно-таки. Да, обращаются, но дело в том, что в каждой воинской части, военной организации есть, скажем так, список воинских должностей, которые ей разрешено замещать военнослужащими женского пола, правильно так называется. Ну то есть женщины могут служить на этих должностях. То есть женщина, допустим, не может проходить службу военной на должности, например, водитель танка, например, механика-водитель танка, ну специфические должности. У них, как правило, это наличие медицинского, музыкального образования. Ну и вот в 31-й бригаде, который у нас завод уже здесь, у них есть должность, называется там парашют-вукладчица, например. То есть там может проходить воинскую службу девушка. А вот как, по-вашему, всё-таки больше людей приходит, молодых парней, которым призывного возраста, либо всё-таки уже за 30, которые, может быть, изменили несколько профессий, и в итоге вот хотят реализовать себя на военной службе. Как вот всё-таки? Как я считаю, да. Очень много разных людей приходит, очень много разных. Общаемся каждый день, приходит большое количество людей. Основная масса — это, наверное, где-то после 24-5 лет, в районе 30 лет, наверное, так. Потому что те граждане, которые отслужили военную службу по призыву, они, наверное, в воинской части, большинство, если хотят, они там заключают уже контракт в воинской части. Для этого не надо на пункт отбора обращаться, они мероприятия проходят в воинской части. Сейчас вот изменения у нас, да, это 14-й год, это 15-й год. Теперь граждане, которые имеют высшее либо среднеспециальное образование, вернее, 17-й год, они имеют право поступить на военную службу по контракту без службы по призыву. Ну, имеют право выбора такое. Появился, вот нарастает с каждым годом, и контингент таких граждан, обратившихся, то есть без службы по призыву. Ну, то есть, ну, разные, разные абсолютно люди. То есть, правильно я понимаю, если молодому человеку пришла повестка в военкомат, он может прийти, и если он соответствует этим критериям, он может, ну, сказать, что я хочу выбрать. Выбрать может, но, повторюсь, что если у него есть право выбора, право выбора возникает у кандидата в том случае, если он получил либо высшее, либо среднеспециальное, среднепрофессиональное образование, по призыву не служил, и возраст у него не старше 27 лет, тогда он имеет право выбора. Он может в военном комиссариате, даже получив повестку, вот, на призывной комиссии, сказать, что, изъявить желание проходить военную службу по контракту, и, соответственно, уже обратиться в пункт отбора, где реализует его право. Ну, вот, насколько я поняла, человек может в любую из воинских частей подать заявку, да, правильно я понимаю? Вот какие наиболее востребованные на сегодняшний день? Смысл пункта отбора, и в этом, ну, это как бы, и в этом вопросе заключается в том, что к кандидату нет необходимости вообще обращаться в воинскую часть напрямую. Да, он может записаться непосредственно к командиру части, на прием, пообщаться, вот, получить отношения, и прийти в пункт отбора. Вообще, можно прийти изначально в пункт отбора, вот, мы владеем информацией о расположении, дислокации воинских частей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами есть такие части, вот, и, соответственно, у нас есть список вакантов воинских должностей. То есть, в принципе, кандидат обращается в пункт отбора, мы с ним уже детально будем прорабатывать все его вопросы, все его желания, вот, и из этого сформируется список определенных воинских частей. То есть, ему, допустим, если и кандидат желает проходить службу, там, вне гарнизона Ульяновского, да, это может быть другой субъект, там, Самара, например, там, не знаю, там, Севастополь, ну, там, или, там, гряда Курильских островов, например, воинской части, ему не нужно будет туда ехать, мы сами все за него проведем, то есть, согласуем, расскажем про условия прохождения в этой воинской части, вот, и проведем с ним ряд мероприятий отбора и подадим в проект приказа заместитель министра обороны. То есть... Вот вы сказали, за границей тоже есть возможности. Это вот какие, например? Ну, например, у нас основная, скажем так, военная база, это 201-я военная база, находится в республике Таджикистан. Вот такая воинская часть, которая находится за пределами Российской Федерации. Ну, кроме нее еще есть 7-я военная база, она находится в Армении, в Абхазии, и 102-я военная база находится в Армении. Вот это воинские части, находящиеся за пределами Российской Федерации. Допустим, вот 201-я военная база, периодически ведется комплектование в эту воинскую часть, это огромное соединение, Плюсы нахождения такой воинской части, время прохождения службы в данной воинской части, это у военнослужащих повышенное денежное удовольствие, там где-то минимум в три раза более, чем на территории СССР, потому что воинская часть находится за пределами СССР, на территории иностранного государства. У них, кроме этого, свои условия прохождения службы, у них день за три, например, идет, ну и понятно, денежное удовольствие, ну то есть вот специфика такая, да, то есть кандидат может проходить службу и за пределами СССР. Вот раз затронули тему социальных выплат, да, какие плюсы от военной службы по контракту, вот я имею ввиду как раз социальные гарантии, какие получает человек? Ну вот в двух направлениях объясню, допустим, что касается гражданина, который выбрал службу по контракту вместо службы по призыву, допустим, что такое служба по призыву, получил повестку, прибыл на сборный пункт, прошел мероприятия там медицинские, приехал представитель воинской части и там попав, ну, был распределен, допустим, гражданин, уже кандидат, призывник в какую-то команду, и убыл воинскую часть, ну, как правило, распределение от него не зависит, то есть, ну, там есть исключения, конечно, там, в случае, там, если родители, там, ну, допустим, отца нет или матери нет, там, сирота, то есть, ну, какие-то есть нюансы, когда можно остаться в пределах своего гарнизона области, а так в основном представители воинской части приезжают, забирают призывника, он убывает, год проходит службу. Что касается граждан, которые выбрали воинскую службу, вместо призыва сразу контракт, во-первых, он выберет место службы себе сам, он может выбрать либо одну из трех воинских частей, которые находятся на территории Ульяновского гарнизона, ну, это больших имеется в виду, кроме там маленьких, вот, может также, это первое, выбрал место службы, второе, он сразу, прибывая в воинскую часть, имеет право в казарме не проживать, он может снимать жилье, жилье будут компенсировать Министерство обороны, то есть, ну, он будет получать бесплатное лечение в госпитале и так далее, то есть, он и членов семьи, вот, военнослужащего, ну, перечень очень большой, начиная от того, что он выберет себе место, заканчивая тем, что у военнослужащего право на пенсию наступает при достижении 20-летней выслуги, как в льготной, так и в календарном исчислении, то есть, можно служить в Ульяновске 20 лет, например, да, а есть регионы для военнослужащих, где идет либо день за полтора, либо день за два, либо день за три, то есть, например, поехать в Таджикистан в базу, там у них день за три, можно 7 лет отслужить, у военнослужащего уже будет 21 год в льготном исчислении, можно уже, образно говоря, пройти на пенсию, да, например, да, то есть, но это все сугубо личное, вот, ну, в первую очередь, это выбор места службы, то есть, кандидат выбирает себе место службы, убывает, если, допустим, он убывает там в другой населенный пункт, либо убывает в другой субъект Российской Федерации, если он женат, у него есть дети, Министерство обороны бесплатно перевезет всех, и включая вещи военнослужащего, то есть, к месту заключения контракта, и в дальнейшем это будет происходить, если военнослужащий меняет место службы, допустим, по каким-то причинам. А вот что касается служебного жилья, вообще выдается оно, или все-таки человек либо на казарменном, либо снимает жилье? Я понял вопрос. Казарменное положение не касается военнослужащих по контракту, ну, в принципе, такого понятия нет казарменного положения, чтобы все жили там в казарме, нет. Система была построена следующим образом, до 31 декабря 2019 года, вот у нас происходит в Министерстве обороны какие-то изменения постоянно, вот в дальнейшем сейчас я вам расскажу. Вот что касается компенсации за съем жилья, например, есть воинские части, да, при которых, при воинских частях, есть свой маленький военный городок, там, может быть, 5-6, там, 5-этажных домов, вот, но из-за того, что Министерство обороны на месте не стоит, развивается, воинские части либо расширяются, либо, наоборот, какие-то там сокращаются, там, если, допустим, перед ними задач уже основных не стоит, вот, а военный городок остается на месте, да, вот, например, жилой фонд, там, 500 квартир, например. Вот военнослужащий прибывает, часть уже стала большая, допустим, служебного жилья нет, ну, физически оно занято. Военнослужащий имеет право снимать жилье. Вот для каждого региона, для каждого субъекта Российской Федерации существует специальный калькулятор, где вводишь субъект Российской Федерации, количество членов военнослужащего, и выдается определенная сумма. Например, для Ульяновска, если военнослужащий имеет, там, семью из трех человек, да, жена и ребенок, допустим, на сегодняшний день положена компенсация 12 900 рублей, то есть ты можешь снимать квартиру за 15 тысяч рублей, те будут выплачивать за 12 900 ежемесячно. То есть, ну, в принципе, калькулятор и выплата компенсации соответствует, ну, требованиям субъекта либо региона. Это, в принципе, достаточно, там, 13 тысяч рублей для того, чтобы снять двухкомнатную квартиру. Вот это касалось раньше и офицеров, и прапорщиков только, вот, такие компенсации. А у контрактников раньше было фиксировано. Один человек 3 600, там, семья из трех-четырех человек, там, 5 400 и так далее. И только для Москвы была другая фиксированная ставка, там было порядка 15 тысяч рублей за жилье. Сейчас, с 1 января 2020 года и военнослужащие, проходящие службу на должностях рядового, сержантского состава, а также старшины, также имеют право на получение компенсации, вот, практически в этом полном объеме. Теперь они, так же, как офицеры и прапорщики, снимая жилье, будут рассчитываться количество членов семьи и так далее. То есть, на них будет тоже распространяться, на солдат, на контрактников, в том числе, о том, что в каком регионе снимаешь, для этого будет калькулятор и будет это выплата. Ну, то есть, хватает для того, чтобы реально снять квартиру, если нет служебного жилья. Вот так. А может быть, вот, если разговор идет о постоянном жилье, может ли быть такое, что по достижении какого-то времени уже выдается квартира, или не предусмотрено такое вот по призыву, ой, не по призыву, а по контракту? Да, я понял. В Министерстве обороны, вот, каждый, ну, не с каждым годом, а существуют какие-то определенные этапы обеспечения военнослужащих постоянным жильем. Вот, допустим, те военнослужащие, которые заключили контракт первый после 2005 года, они, на них распространяется система военной ипотеки. Что это такое? Вот, на сегодняшний день военнослужащий, придя в войска, вот, он заключает первый контракт, либо на два года, либо на три. И вот, при заключении второго контракта военнослужащий имеет право воспользоваться так называемой военной ипотекой. Что это такое? Министерство обороны ежегодно военнослужащему на индивидуальный счет кладет определенную сумму денег, да, определенное количество. Вот, эта сумма накапливается, есть определенные банки, которые сотрудничают с Министерством обороны, выдают кредит, вот, получается собственное накопление, кредит, и получается определенная сумма. То есть, военнослужащий имеет право на сегодняшний день, ну, там, порядка, там, трех четыреста, трех пятьсот миллионов рублей выдают военнослужащему, банк выдает военнослужащему для приобретения жилья. То есть, ему не нужно на сегодняшний день ждать, там, достижения, там, предельного возраста, или, там, достижения, там, пенсионного возраста, или, там, окончания контракта, там, 20 лет и так далее. То есть, может приобрести квартиру в любом регионе Российской Федерации. Вот, пока служат военнослужащие, вот, Министерство обороны каждый месяц банку платит самостоятельно вот эти вот ежемесячные взносы, это называется военная ипотека. То есть, пока военнослужащий служит, даже приобретя квартиру по военной ипотеке, сам ни копейки отчислений ежемесячно не производит. Ну, то есть, довольно выгодно. Да. А можно ли поднять... Увеличить денежное удовольствие. Да. Увеличить денежное удовольствие можно, в армии нет такого понятия, как среднее денежное удовольствие, которое будет распространяться и на восток, и на запад, например, на юг. На военнослужащие, которые проходят службу в данных субъектах или там в данных регионах Российской Федерации. Вот. У нас все индивидуально. То есть, ну да, у нас есть оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию, но кроме этого есть определенные увеличения денежного удовольствия, да. Вот, например, с сентября 2019 года это коснулось водительского состава. Вот. Военнослужащие, которые проходят службу на должностях, у нас есть тарифные разряды в армии, да, 1, 2, 3, 4 тарифные разряды. Первичные воинские должности, так называемые. И вот с 1 сентября на должностях с 1 по 4 тарифный разряд денежное удовольствие было увеличено до 50% к окладу денежного содержания. Вот с 1 октября, если военнослужащие проходят службу на должностях водительского состава, то им еще на 30% увеличили. Вот. То есть вот так. Кроме этого можно, допустим, сдать нормативы по физической подготовке. У нас есть определенный комплекс нормативов, которые мы должны сдавать, там, раз в квартал, подтверждать и так далее военнослужащие. Вот. Если военнослужащие выполняет определенные требования по физической подготовке, да, это может быть либо высший уровень, там, либо третий, либо второй, вернее, либо второй, либо первый, то есть от этого тоже зависит начисление. То есть, ну, допустим, сдав физо, можно увеличить денежное удовольствие, там, до 100% ежемесячно к окладу. Вот. Если проходить службу на должностях рядового, то до 50%, это уже увеличено. Если водители, то еще на 30%. Ну, вот так. Это все считается индивидуально. В пункте отбора мы все это расскажем кандидату обязательно и расскажем, какое будет финальное денежное удовольствие, там, на сегодняшний день. Кроме этого, если, допустим, военнослужащие службу проходят, там, там, от, есть такие временные, скажем так, критерии, там, от 0 до 2 лет, там, нет повышения, да, от 2 лет, там, до 5, там, другое повышение и так далее. То есть, это все считается в процентах, это нужно все считать индивидуально каждому. Можно ли сделать карьеру на службе? Да, да, да. Можно следующим образом. Военнослужащий, прибывая в воинскую часть, допустим, получил воинское звание рядовой, да, например. Конечно же, если военнослужащий желается, стремится, двигается, готов уехать на обучение, Министерство обороны ему все даст. То есть, оно отправит военнослужащего, который изделил желание на какие-то курсы повышения квалификации, в учебную военскую часть, получит военную учетную специальность дополнительную и так далее, получит воинское звание младшего сержанта и так далее, будет двигаться дальше. Если военнослужащий проходит военнослужащий по контракту, имеет высшее образование, да, например, вот какой-то по смежной специальности, там, вот, к той воинской части, где он находится, он может также, он может не претендовать, а, как правильно сказать, стремиться к получению воинского звания лейтенанта, например, первого. Также военнослужащий по контракту может поступить в высшее военное училище, например, также уезжает туда, в училище, сдает экзамены, поступает, обучается там, служба идет, то есть, выпускается. Также получает дополнительную какую-то специальность, профессию и получает первого военнослужащего звания лейтенанта. Вот, карьера есть, все зависит от человека. Если человек желает двигаться, для него обязательно условия эти создадут и не дадут такому человеку свои силы, скажем так, потратить попросту. Вот, если военнослужащий хочет, у него заканчивается контракт, он хочет продолжить службу, куда ему обращаться, в свою воинскую часть или вот к вам непосредственно ехать? Да, вот, в каждой воинской части, вернее, военнослужащий, заключая контракт, да, сроки разные, там, 3-5 лет, 10, допустим, вот, определенный срок остается, там, не более, не позже трех месяцев, военнослужащий должен рапортом изъявить свое желание. Либо он желает в дальнейшем проходить службу в этой воинской части, вот, тогда он заключает контракт новый и остается в этой воинской части. Если военнослужащий не желает по каким-то причинам оставаться в воинской части в этой, он пишет рапорт на увольнение по окончанию контракта. Контракт закончился, уволился и прибывает в пункт отбора, например, если в дальнейшем хочет проходить службу в пункт отбора по месту постановки на воинский учет. Ну, образно говоря, он поехал домой в Ульяновск, да, из Самары. В Ульяновске он пойдет в пункт отбора, опять выберет все воинскую часть, опять пройдет мероприятие отбора и там, через 2-3 недели встанет в строй в ту часть, в которую захочет. То есть можно и так? Можно и так. Спасибо, ну и в завершении хотелось бы спросить, вот, не военнослужащие, которые уже прошли в службу, а новички, молодые люди, если они хотят пройти службу по контракту, куда им обратиться, по какому телефону или по адресу, к какому приехать? Карла Маркса 39А, это здесь у нас Ульяновский перекресток улиц Робесперы, Карла Маркса, здание бывшего технического училища, вот, дежурно на месте, работаем в круглосуточном режиме, вот, в 2 ГИС все это есть, информация вся есть, да, дежурно на месте круглосуточно, вот, всю информацию получит, кандидат может позвонить, все ему расскажем. Спасибо большое, дорогие зрители, наша передача подходит к концу, я надеюсь, мы на все вопросы вам ответили, оставайтесь с нами, до свидания, спасибо.